Только для своих, чтобы свои понимали, что это обман, а другие никто не понял. Следующий вопрос. Если погибает планета, куда девается сущность космического уровня развития? Если погибает планета, сущность космического уровня развития уходит на другие планеты, если они не могут. А если они действительно космического уровня развития, то, во-первых, зависит от какого уровня, то они пытаются восстановить планету, чтобы она опять стала живой. Это второй уровень, а третий тоже остается там же и блуждает, как все остальные. Потому что если действительно погибает планета и нет астрального существа, это что такое? Это сущность, вымешившие животные, которые после того, что генетика исчезла, в которые они могут воплощаться, приспособлена с разными планами жизни. То есть одни положительные симбиозы, как эмбрион развития, это последнее обращение человечества, там я расписал это довольно подробно, как в эмбрион входит человека, генетика человека входит в сущности более нижних уровней, временно входит, массу, биомассу развивает, до тех пор, пока возникает необходимый объем биомассы и минимально качественного уровня, чтобы воплотилась собственная сущность человека. И вот что самое интересное, именно когда меняется, кто занимался эмбрионологией, когда изучали, то на разных фазах развития эмбриона человеческого, он повторяет разные виды животных, там рыб, земноводных, присмыкающихся и, как говорится, мегапитающих примитивных форм, в том числе и жабры вырастают, хвосты, и потом все это исчезает. И, что интересно, вот когда происходит фаза, когда хвост был, потом он начинает отваливаться, жабры были, хвост появляется, к примеру, да, когда вот каждая фаза, это, к примеру, каждый месяц происходит в организме эмбриона, когда происходит изменение, когда одна фаза проходит, другая фаза начинается, эти моменты часто опасны для выкидыша, когда женщина может потерять свой плод. А почему такое происходит? То есть ученые, те, кто занимается, они это наблюдают, но понимания у них этого нет. Почему? Потому что для этого нужно понимать несколько больше, чем чисто факт выкидыша и изменения формы. А происходит это потому, что если по тем не причинам, та сущность, которая, рыбка, сущность, с хвостом, которая была, допустим, да, ее сущность вышла из биомассы человека, а по тем не причинам в следующий уровень, эволюционный уровень, сущность животного не вошла, то биомасса погибает. Это смерть, микросмерть. Но и что же самое интересное, когда вот это происходит, замена, в крови у женщины возникает огромное количество шлаков. То есть вот это изменение биомассы, когда биомасса изменяется, структура выбрасывая очень много шлаков, и эти шлаки выходят через организм женщины. И это регистрируется именно в это время. Так что все очень просто, очень красиво, без всякой божественной природы все работает великолепно. Поэтому сущности ведут себя, как я сказал, так что остальные, которые не посчастливились в тот момент, если планета погибнет, они остаются на этой планете, привязаны к некоторых фильмах «Хроники Марса». Помните, где вот сущности после гибели Марса, так сказать, атакуют там фильмы фантастические есть. В какой-то степени может иметь место быть. Но еще существует третий вариант. Если есть сущности космического масштаба, достаточно развитые, то они могут перенести сущность погибшей планеты на уровни другой планеты, где жизнь не погибла, где можно дальше развиваться. И такой вариант существует. кто-то забыл эту минуту. Так что все зависит от того, ситуация какая планета, где, что и как, и кто, что делает.